Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В общей сложности на 680 сотрудников более 8 миллионов рублей. 49 получили отказ, в том числе 5. Не смогли получить деньги только за апрель, а за маем выплатили. Отказы связаны с разными причинами. Организации не значились и в реестре МСП. Формально не относились к пострадавшим отраслям, имели долги по налогам и страховым взносам или не сохранили штат. Программа Экономика. Коронавирус сказался на стратегии развития Кирова до 2035 года. Авторы документа учли его влияние при составлении прогнозов на 15 лет. В частности, снижены темпы роста инвестиций. На докризисный уровень, по ожиданиям экспертов, они выйдут через 2-3 года. Откорректированы в меньшую сторону показатели по уровню оплаты труда, занятости, отгрузке товаров, торговли и общепиту. Может сказаться кризисы на миграции. Возможно, люди станут чаще переезжать в столичные города, которые восстановятся быстрее. Есть мнение, что привлекательной станет сельская местность. Однако, авторы стратегии склоняются к варианту, что экономическая мотивация для жизни в городах будет сильнее. Киров продолжит расти за счет приезжих. Далее информация от наших партнеров. Покупки вещей первой необходимости остановить не смог даже карантин. Телефоны, бытовая техника, одежда, обувь – все это требуется людям в любых условиях. Бывает, что у товара обнаруживаются изъяны. Стоит ли пытаться его возвращать и как это сделать быстрее всего? Ответят в Кировском региональном экспертно-оценочном центре. Там при помощи специального оборудования проведут досудебную экспертизу товара и определяют причины возникновения недостатков. Оценят перспективы жалоб, рассказывает эксперт Кировского регионального экспертно-оценочного центра Екатерина Нечипорук. Обращаются клиенты в частном порядке для проведения досудебной экспертизы. Это в том случае, когда, например, магазин им отказал. Сторона магазина, они не увидели недостаток. Это может быть обувь, может быть верхняя одежда, телефоны часто приносят. Спустя какое-то время человек звонит и сообщает результат. Вернули деньги за, например, кроссовки за 10 тысяч и вернули деньги за экспертизу полностью. Для меня, наверное, это самая лучшая награда. Товары, купленные через интернет, тоже можно вернуть, напоминают эксперты. Обратиться к ним, кстати, тоже можно дистанционно в заботе о здоровье своем и окружающих. Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловская, 52, сайт kriots.ru. В завершение о валютах. Доллар сегодня 70 рублей 75 копеек. Курс евро 80 рублей 9 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101 АФМ.